В России сокращается количество предпринимателей. Последняя волна началась на фоне пенсионной реформы, увеличившей отчисления для бизнесменов. Однако далеко не все спешат свернуть свое дело и наняться на службу. Малые предприятия в подавляющем большинстве продолжают работать. На одном из них побывал сегодня глава республики Михаил Игнатьев. Главное найти свою нишу, уверены учредители общества с ограниченной ответственностью Тимук. Десять лет назад трое родственников собрались, подумали и решили основать семейный бизнес. Одно из направлений – изготовление деталей для лифтового хозяйства. Продукция ходовая, востребованная. Среди партнеров множество компаний, как в Чувашии, так и по всей России. Благодаря устойчивому спросу предприятие работает равномерно, с постоянной загрузкой и постоянными же зарплатами. Среднее 20 тысяч рублей. Другое направление более сложное – изготовление ювелирных изделий. Если в Чувашии таких производств больше нет, то в целом по России конкурентная борьба в этой сфере жесткая. И основное оружие – высокое качество. Екатеринбург. Город Екатеринбург. Тоже ювелирка. Очень как бы на первом месте они тоже стоят. Есть ювелирное производство ринга, которое по всей России уже давно-давно известно. И она закупается у нас нашими обручальными колечками. Есть один также бронетский ювелир, который из самых старых бронетский ювелир. Получается, при государстве он был государственный. Он тоже сейчас заказывает у нас эти изделия. Десять лет – полет нормальный. На семейном совете решено расширять бизнес. Нужен земельный участок. Глава Чувашии порекомендовал приглядеться к землям не в столице, а в районах республики. Сейчас на территории Урман-Сюктерского сельское поселение. Есть земельные участки, есть там около Кугесь, потом Синьяльское сельское поселение. Это в сторону, вот так скажем, рядом с Ново-Чебоксарским, а не город Чебоксары. Так что там лучше вам надо искать. Город Чебоксары с земельным участком очень будет дорогой. И вам не надо обязательно иметь в городе этот земельный участок. Так ли, да? Если чуть-чуть ждут, то в принципе индустриальный парк у нас будет организован. Допустим, где-то в 14-м году, в конец 14-15, в принципе, может... Да, подождем. Два года, если они готовы ждать. Но готовы. Готовы.